Вопросительное. Я сейчас вам включу предложение, а вы мне скажете первое, второе или третье вопросительное. Хорошо? Слушаем. Катя рисует яблоко. Какое красивое имя. У тебя есть собака. У тебя третья. Как оно звучало? У тебя есть собака. Молодец. Один, только ручку поднимай. Хорошо. Отлично. Дальше. Послушайте, в каком предложении выражается сильное чувство. То есть используется восклицание. В каком предложении? Послушаем. Руслан подготовил на конкурс песню. Во дворе так весело. У Султана есть сестра. Второе. Второе. Как оно звучало? Во дворе так весело. Да. Во дворе так весело, да? У нас восклицание появилось. Ну а теперь скажите мне, в конце какого предложения мы поставим какой знак. Сейчас послушайте и скажите мне, в вопросе единой точку или восклицательный знак мы поставим в конце предложения. Слушаем. Мне нравится учиться в школе. Какой знак выберете, ребят? Вопрос, точка или восклицательный знак? Вопрос. Так, Дина у нас говорит точку. Становись. Поднимись, пожалуйста. Илана у нас говорит вопрос. Да? А теперь давайте попробуем это произнести. Ты говоришь точку, да? Мне нравится учиться в школе. Произноси. Мне нравится учиться в школе. Так, Илана, а ты у нас выбрала вопрос. Давай спрашиваем. Мне нравится школе учиться. Смотри, ты у нас поднимала свой голос вверх. Ты сейчас спросила, или же ты просто спокойно сказала. Мне нравится учиться в школе. Диана. Воспитательный знак. А можно воспитательный? Можно произносить восклицательный. Мне нравится учиться в школе. Смотри, мне нравится учиться в школе. Как ты сказала? Спокойно. Ты восклицательный знак. Нет. Ты все сказала спокойно, да? Вы все втроем сказали спокойно. Если бы Илана спросила, как бы это звучало? Ну-ка, Дина, скажи, как бы звучало, если бы это был вопрос? Мне... Мне нравится учиться в школе. Мне нравится учиться в школе, или мне нравится учиться в школе, или нет? Я не знаю сама, да? Нравится мне, или нет? Не знаю, я это не узнала. Да. Немножко вопрос, да? А если бы мы вас кликнули? Мне нравится учиться в школе. Вот, Камилан. Мне нравится учиться в школе. То есть здесь может использоваться и точка, и восклицательный знак. Вопрос вы здесь не используете, да, Саник и Семенович? Хорошо, молодой. Продолжение следует...